Бизнес-технологии Ассоциация независимых отелей Крыма Ассоциация независимых отелей 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 Марли Мар в июне прошлого года И в сентябре Ассоциация была Зарегистрирована И собственно сентябрь 2014 И стал началом Деятельности Ассоциации И нам пришлось просто провести довольно большую Работу, благодарим в первую очередь За помощь московских коллег, которые нам Помогли, с тем, чтобы действительно Понять, что рынку будет максимально нужным И полезным сейчас, накануне курортного Сезона 2015 И поэтому вот эти такие большие Мероприятия, которые мы сейчас проводим Которые предполагают бесплатное Участие для игроков рынка Для участников индустрии Гостеприимства, потому что Несмотря на то, что в первую очередь мы ориентированы На ательеров, рестораторы тоже активно Подключаются и Туристические агентства с большим интересом Наблюдают и поставщики различных типов Услуг тоже очень охотно Идут на контакт с Ассоциацией Потому что очень многие проблемы, которые стоят перед каждым из нас сейчас Их гораздо легче решать вместе Обмениваясь опытом И, конечно, ключевая тема, которая нас сейчас выручает Это то, что у отелей впервые Создававших, инициировавших ассоциацию Есть определенные ключевые компетенции Хорошая история на рынке И доверие профессионалов индустрии Благодаря этому мы сейчас активно объединяем И имеем возможность сделать вот такие мероприятия Которые максимально полезны И вызывают такой серьезный респонс у рынка крымского А давайте подробно поговорим Об этом Алуштинском мероприятии Которое было когда? Совсем недавно Мероприятие проходило 6 мая Собственно, дата была выбрана тоже очень осознанно Потому что это был перерыв Такой небольшой рабочий интервал Между двумя блоками майских праздников Собственно, майские праздники всегда для индустрии гостеприимства Крыма Были показательными Они, собственно, показывали нам ежегодно Насколько наш сервис соответствует ожиданиям той аудитории Которая приедет к нам летом И отслеживая свои ошибки майских праздников У ательеров всегда оставался еще небольшой кусочек времени Для того, чтобы провести активную работу над собой И больше соответствовать ожиданиям гостевой аудитории Которая выбирает тот или иной отель Вот в предстоящем курортном сезоне Именно поэтому, наверное, дав ательером Прочувствовать первое впечатление от майских праздников Мы, собственно, и назначали эту дату сборов Потому что к этому моменту Тем, кто ориентирован на ранее бронирование услуг И делает ставку именно на такой тип продаж В сегменте B2C непосредственно гостю Обычно уже понятно, какие перспективы его ожидают летом И обычно со всеми нестандартными гостевыми запросами И сервисными ожиданиями Отель к майским праздникам уже в достаточной степени столкнулся Осталось только понять, что с этим делать Поэтому, собственно, хедлайнерами Алуштинского мероприятия выступали наши московские коллеги В первую очередь мы благодарим за такой вот взгляд на Крым Глазами российского туриста и российского гостя Вице-президента Федерации рестораторов и ательеров России Управляющего партнера компании Альянс Отель Менеджмент Вадима Викторовича Прасова Который, собственно, сделал очень подробный анализ Погрузил коллег-отельеров Крыма В то самое восприятие советского Крыма Которое сформировалось у многих российских гостей Под воздействием советского кинематографа И благодарим Мариану Королеву, эксперта по классификации отелей Который, собственно, рассказал нам о ключевых требованиях Выступал у нас также Яков Адамов Это специалист по организации МАЙС Который рассказывал об ожидании корпоративных заказчиков Корпоративных туристов В общем, программа получилась очень насыщенная Представители крымской власти очень активно шли на контакт И благодаря этому нам, в общем, стало понятно, в каком направлении мы можем двигаться дальше Какие инициативы будут поддержаны И как, собственно, строить, в том числе и с использованием ассоциаций Бизнесу, диалог со столичными экспертами Которые гораздо лучше ориентируются в рамках данной индустрии В рамках правового поля и ожиданий гостей из РФ И, соответственно, в каком направлении бизнес и власть Могут сотрудничать для улучшения общей репутации курортного Крыма В глазах российских гостей Такой вопрос Вот это мероприятие Насколько оно показало расхождение во взглядах на, собственно говоря, туристический Крым? Ну, понятное дело, Крым это раньше в основном-то принимал украинцев Это определенный менталитет, это определенные деньги Это определенное... Сейчас так получилось, что мы встраиваемся в туристический бизнес всей Российской Федерации Мы становимся в одном плечо к плечу с курортами Краснодарского края И так далее, и так далее Насколько вот совпадение оценок? Насколько мы, как бы, ну, понятное дело, мы на своем месте Заменить Крым ничем нельзя Но насколько вот ментально мы, соответственно, поставлены изменившимся резко задачам? Я, наверное, не могу говорить обо всех отраслях Могу говорить только о родном гостиничном бизнесе Мы все профессионалы индустрии гостеприимства Из самых разных уголков планеты Мыслим примерно одинаково Потому что вся индустрия гостеприимства, она построена на внимании На всем известной поговорке Сервис состоит из мелочей И профессионалы индустрии гостеприимства Это люди, которые действительно хотят сделать своему гостю приятным Соответственно, они готовы его слышать Они готовы слышать его потребности Они готовы быть максимально внимательными И условно ориентироваться на пожелания гостя во всем, что они делают Поэтому здесь никаких разногласий нет Скорее, в чем-то у крымчан меньше технологичных решений Нам необходимо многому поучиться у тех же московских специалистов У курортов Краснодарского края на данный момент Очень сильным преимуществом является сильная инфраструктура Но вот в области маркетинга, в области клиент-ориентированности В Крыму есть довольно много отелей, которые могут поучить даже столичных коллег И коллеги охотно с этим соглашаются Ну, я этот вопрос задал не для того, чтобы там, скажем, как-то принизить нашу роль А я и всегда исхожу из того, что Крым всегда впереди планеты всей На самом деле мы вошли в Российскую Федерацию не так давно Но мы будем первыми и вот оценки рынка, оценки денег, которые могут в этом сезоне прийти вместе с нашими туристами Насколько мы можем стать еще и законодателями мод? Насчет законодателями мод не знаю Не готова прямо сейчас ответить Можно на это надеяться Но мне кажется, что это все-таки не задача ближайшего периода Тем не менее, у крымских отельеров, работающих в высоком сегменте В отелях уровня 3+, условно Если брать некую такую средненную звездность Как известно, звездность может быть очень разной Разнятся требования в разных регионах планеты Но тем не менее, все, кто работают в сегменте 3+, у нас во многом, у нас в Крыму Несколько лет последних, там лет примерно, наверное, 10 Ориентировались очень сильно на европейские стандарты сервиса На европейский подход ко всему в области организации и предоставления своих услуг Поэтому сказать, что в области сервиса или стандартизации мы прихрамываем Относительно других российских курортов, нет, не сказать Скорее, наверное, сейчас для нас ключевой проблемой все-таки является проблемой персонала Большая часть сезонных отелей имели персонал, с которым они сотрудничали годами Персонал из Украины В этом году, несмотря на то, что сейчас эта задача решается И вот на следующей конференции как раз об этом будет много говориться О том, что можно решить в направлении облегчения взаимодействия С потенциальными украинскими работниками, собственно, в индустрии гостеприимства Тем не менее, несмотря на это, кадровая проблема, которая всегда довольно остро стала в отрасли Она, кстати, также остро стоит и в Москве То есть в индустрии гостеприимства всегда кадровая проблема Эта проблема стала в этом сезоне особенно остро И многие отели, у которых хорошо стандартизирован сервис У которых во главе отеля стоит идеолог той самой лучшей индустрии гостеприимства Искреннего гостеприимства, которое всегда удовлетворяет гостя Вот, к сожалению, в этих отелях на сегодняшний день внедрять стандарты во многом некому Потому что кадровый голод у индустрии действительно сейчас во главе угла Я надеюсь, что это проблема только этого сезона Но до тех пор, пока мы не придем к тому, чтобы, допустим, отладить эффективный взаимообмен сезонным персоналом С теми регионами, где зимний сезон Либо, возможно, это будут какие-то, о которых, допустим, говорил заместитель министра по делам Крыма на конференции 6 мая Обмен студентами из северных регионов Российской Федерации на летний период Студентами профильных вузов, относящихся к индустрии гостеприимства Мне кажется, что все равно работать нам будет довольно сложно Потому что сейчас, несмотря на то, что есть стандарты, есть кому их внедрять Есть идеологи, есть хорошие тренеры, есть прекрасные отели с полностью отлаженными бизнес-процессами Собственно, остается найти только тех, кто эти ценности будет активно поддерживать На всех позициях, в первую очередь, касающихся линейного персонала А вот давайте о кадровом вопросе поговорим более подробно По большому счету, если у бизнесменов, отельеров, там, 3+, вот такого уровня Ну, это отели, там, с номерным фондом от какого-то количества десятков номеров, наверное Да, да Если у них отлаженный бизнес-процесс, если у них есть тренеры, они обучают персонал, то, соответственно, с учетом того, что безработица все равно есть Как обстоит дело с нашими крымскими студентами? Вот какой барьер им мешает, в общем-то, в этот бизнес войти? Или чисто психологически? Здесь хочется процитировать все того же Вадима Прасова, вице-президента Федерации рестораторов и ательера в России У нас довольно странное отношение вообще к работе в индустрии гостеприимства Во многом остались советские стереотипы, да, не взяли в инженеры, пошел в халдеи Мало философии, мало философии искреннего гостеприимства Именно над этим ассоциация во многом, вот наша ассоциация забирается работать Что нисколько не стыдно делать людям хороший сервис Нисколько не стыдно быть во многом продавцами счастья и позитивных впечатлений Ну да, индустрия воспоминаний Да, это прекрасная индустрия, но к ней на данном этапе нет любви и отношения довольно насторожены Очень много молодежи приходит работать официантами в качестве очень короткого решения И, конечно же, не хочется перестраивать свое мышление ради чего-то, чем ты собираешься заниматься одно единственное лето А перестроить мышление придется, потому что во многих крымских поселках бытующая народная мудрость и так поедут Не менявшись с начала 80-х годов, она давно уже перестала работать В последнем сезоне 2014 года, который мы все хорошо помним И который стал очень показательным в смысле ожиданий нового российского гостя, нового российского туриста Стало понятно, что эта модель больше не работает И так никто не поедет Если оперировать чистыми цифрами, а чистыми цифрами, вот я, например, люблю оперировать То спрос на дешевый отдых в Крыму, на отдых с уточнениями недорого Относительно прошлых лет, допустим, в поисковой системе Яндекс упал в 2,5 раза При этом в 4 раза вырос спрос на отдых в Крыму, все включено Вот готово направление развития для многих объектов Которые раньше, возможно, не решались работать по модели ФБ, по модели с включенным питанием Да, это требует полной перенастройки бизнес-процессов Но если гость хочет именно этого, то, наверное, стоит в этом направлении двигаться Тем более, что там рентабельность-то все равно есть Рентабельность есть, да Поэтому, собственно, сказать, что у нас все плохо, нет У нас все неплохо Сказать, что у нас все хорошо, тоже пока, к сожалению, нет Но будем над этим работать, да Мы как медийный холдинг, это телеканал, это радио, да Мы занимаемся производством контента В принципе, вот мы сейчас обсуждаем кадровый вопрос То, что у нас менталитет не пошел в ВУЗ, пошел в холдей, да Ну, то есть есть определенная социальная недоработка Возможно, стоит подумать о том, чтобы начать какие-то социальные кампании рекламные С бордами, с роликами, с общим созданием каких-то центров профориентации Для того, чтобы имеющиеся молодые кадры в Крыму, которые на самом деле ходят углы, отбивают Возможно, как-то переориентировать в этом направлении Да, мы над этим серьезно думаем Это один из векторов развития ассоциации Это именно выработка прямо целого комплекса мер и действий Популяризующих работу в индустрии гостеприимства среди молодежи Я надеюсь, что к осени ассоциация уже будет готова презентовать И будет сотрудничать со всеми, кто захочет нас информационно поддержать Потому что, ну, мне кажется, что жить в Крыму и не работать в курортной индустрии Хотя бы немножко, хотя бы в юности, когда еще не определился Получить прекрасный опыт общения, да, коммуникационных навыков Ну, где же еще, если не здесь? Поэтому, конечно, очень хочется заняться вопросами популяризации среди молодежи Здесь вы совершенно правы Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня в гостях вице-президент Ассоциации независимых отелей С целью развития туризма и гостеприимства в Республике Крым Прочук Наталья Мы обсуждаем, как мы готовы, насколько мы готовы к курортному сезону 2015 года Который начался с майскими праздниками Но высокий сезон у нас, как правило, во второй половине июня Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, на одну буквальную песню И дальше продолжим наш разговор о будущем мероприятии Которое пройдет в Ялте, в отеле Интурист Который проводит Ассоциации независимых отелей И обсудим отдельные нюансы взаимодействия с ассоциацией Уходим на небольшой перерыв Уважаемые радиослушатели, возвращаемся к бизнес-технологиям У нас в гостях сегодня Прочук Наталья, вице-президент Ассоциации независимых отелей Крыма Мы в первой части программы поговорили о деятельности ассоциации Которая объединяет не мелких и не средних отельеров А, наверное, начиная от средних, вот 3+, если взять обобщенную звездность Я перед выходом на перерыв немножко оговорился Мы обсуждаем предстоящее мероприятие, которое пройдет в Ялте В отеле Интурист 2 июня, это будет вторник Это мероприятие проводит Роскрым Инвест Это называется туристический форум под названием «Туристический потенциал Республики Крым. Успехи и направление 2015 года» Я правильно, да, цитирую? Да, и ассоциация выступает с организатором этого проекта Мы вместе с комитетом по туризму ТП Крыма разрабатывали программу Уже опираясь на опыт вот той конференции, которая прошла 6 мая АВАЛУШТЕ ВЕЛНЕСПА ОТЕЛЬ МОРЕ С тем, чтобы сделать мероприятие более широким, интересным, максимально разным представителям Индустрии гостеприимства И сделать акценты на том, в каком направлении вообще все мы можем двигаться Что находить для себя в качестве дополнительных источников вдохновения И, конечно же, дополнительных источников маркетинга и продаж услуг размещения Такой вопрос Ну, поскольку речь идет об определенном слое ательеров Об определенном слое участников этого бизнеса Тем не менее, мы с вами обсуждали там перед нашей программой Что это мероприятие стоит посещать, посетить и приехать Поскольку оно и бесплатное, в конце концов, всем ательерам Всем Да, и даже мелким, и даже тем, у кого 2, 3, 5 номеров Всем Потому что речь идет о знаниях, которые стоит Речь идет о тех направлениях, которые стоит осмыслить И которые стоит интегрировать в свои дальнейшие размышления о собственном бизнесе Какого бы масштаба и формата он не был Собственно, несмотря на то, что ассоциация на данный момент объединяет отели довольно высокого класса С довольно большим номерным фондом Те, кто давно работает над сервисом, над технологическими решениями, над маркетингом Мероприятия, ассоциации мы строим таким образом, чтобы они были все-таки максимально полезны всем Вступать в ассоциацию для этого абсолютно не обязательно Многие мероприятия, в том числе и форум 2 июня, как вы справедливо ответили, абсолютно бесплатные Потому что, наверное, не открою секрет Чем крупнее отель, чем выше у него уровень сервиса Тем выгоднее ему играть на хорошем рынке На рынке сбалансированном, где условно даже каждый владелец самого маленького домашнего отельчика Или просто гостевого дома задумывается над общими тенденциями развития индустрии И старается обслуживать своего гостя максимально хорошо и качественно На таком рынке тем, кто побольше и подороже, работать, правда, намного выгоднее Потому что им не приходится каждый раз противопоставлять себя региону в цел Поэтому в качестве ключевой своей деятельности ассоциации видят развитие рынка И развитие всех участников этого рынка, кем бы они ни были Потому что, когда формируется представление о дестинации О маркетинге дестинации Крыма Это тоже отдельная задача для нашей ассоциации в том числе И мы надеемся здесь на максимальное сотрудничество представителей власти, представителей СМИ Когда заходит речь о дестинации, можно услышать Да, был я в этом Крыму, там очень неинтересно Я, в общем-то, в индустрии дестинации Давайте дадим определение для тех, кто не знает, что это такое Дестинация – это туристическое направление Это все составляющие, все то многообразие элементов туризма Которое включено в тот или иной кусочек суши Если совсем просто объяснять, то только отели не формируют представление о дестинации О туристическом направлении Потому что сюда входит и аэропорт, и транспорт от до аэропорта И все типы транспорта вообще Насколько доступен транспорт общественный Насколько он комфортен, с какими интервалами он ходит Это и событийные мероприятия, различные элементы событийного туризма И музеи, и интересные пейзажи, на фоне которых можно сфотографироваться Это вообще все то многообразие впечатлений, которые турист может получить от того или иного туристического направления Мы сейчас все находимся в туристическом направлении под названием Крым Потому что то же самое следование поискового спроса, на которое мы опираемся обычно, прогнозируя, как позиционироваться к следующему курортному сезону Показывает, что российские гости пока очень плохо знают, из чего Крым состоит Они пока очень плохо знают, где какие пляжи Ну, например, где аэропорт в Крыму Это запрос, который вырос в 12 раз по количеству запросов в поисковой системе Яндекс за последний год Они хотят знать, как добираться Они хотят знать, что посмотреть Они хотят знать, куда поехать Они хотят в конце концов разобраться, что Феодосия и Евпатория это не очень рядом То есть это некая глобальная просветительская деятельность Направленная в первую очередь на то, чтобы гость выбрал внутри всего великолепного разнообразия крымских ландшафтов, пейзажей, климатотерапевтических зон Объектов размещения, в конце концов, именно тот, который максимально соответствует его ожиданиям от отдыха И выбрал оптимальный маршрут, насколько ему это удастся И получил максимальную информационную поддержку о том, о чем он будет, собственно, заниматься Приехал отдыхать в тот или иной регион В чем преимущество этого региона, где ближайший аквапарк Где я буду кушать, если у вас нет услуги питания То есть вот над этим ассоциация собирается работать очень много и плотно И здесь все игроки рынка зависят друг от друга Потому что формирование мнения, устоявшегося и такого общего информационного поля и паблисти о том или ином регионе А мы сейчас в первую очередь говорим о регионе Крым в целом, да, потому что маленькие кусочки Крыма Это маркетинг следующего этапа, это заново информировать новую аудиторию Но весь Крым в целом сейчас нуждается в том, чтобы вот это информационное поле было максимально позитивным А для этого нужно знать, что для этого делать Потому что когда мы часто слышим, вот я был в Крыму, мне не понравилось, там плохо Приходится большим, тем самым, кто инициировал ассоциацию, идти работать над репутацией Хотя, возможно, плохо было как раз у кого-то маленького Приходится прояснять ситуацию и постоянно те, кто работает хорошо, те, кто предоставляет высокий уровень сервиса И соответствуют заявленной категории и ожиданию гостя от этой категории Вынуждены постоянно отстраиваться были, вот много лет Сейчас эта тактика больше не работает Нам необходимо всем вместе работать над тем, как гости видят наш регион Потому что всем, кто работает над собой, всем, кто серьезно занимается развитием сервиса Кто изучает мнение ожидания гостей Кто старается позиционироваться максимально точечно под тех, кому он подойдет И кто подойдет ему, а такая логика в гостиничном бизнесе тоже безусловно есть Соответственно, всем необходимо вместе и сообща работать над вот этим общим паблист Над общим информационным полем, касающимся Крыма Чтобы не отстраиваться друг от друга, а максимально совместно, используя инициативы друг друга Используя опыт друг друга, что-то вместе делать Вот, например, на мероприятии 2 июня о перспективах развития гастрономического туризма в Крыму Будет рассказывать Татьяна Большакова Автор такого очень креативного, я считаю, очень хорошего для Крыма проекта «В Крым с вилкой и штопором» Она тоже входит в актив ассоциации именно по этому направлению Она будет рассказывать о том, какие маршруты могут быть простроены Так на этом маршруте гастро-энотуриста, который приезжает в Крым с вилкой и штопором Собственно, при грамотном общем подходе может заработать до 15 разных участников рынка Это и ательеры самых разных форматов, от маленьких до больших Это и рестораторы, это и различные хозяйства региональные, которые вот здесь выращивают наше свое родное Те самые локальные крымские продукты, на которых построена обычно в регионах активно занимающимся развитием себя Как туристического направления локальная кухня Традиции которых в Крыму сейчас очень-очень мало Поэтому, соответственно, мы приглашаем всех 2 июня Гостиница «Ялта Интурист» большая В отличие от «Велнес-спа» отеля «Море» Собственно, я думаю, что до 500 человек имеет возможность посетить и послушать именно те секции, которые интересны Программа разбита по секциям, которые будут включать как-то дискуссионную панель с учетом мнения всех заинтересованных сторон Как представители власти, так и представители бизнеса, так и представители туроператоров Которые имеют тоже очень четкое видение, чего ожидает от нас новый турист Что нам нужно делать для того, чтобы он был удовлетворен, чтобы ему нравилось, чтобы он захотел вернуться То, над чем нам предстоит сейчас работать, больше всего, мне кажется, в ближайшие годы Это не над тем, чтобы турист приехал сюда сейчас Это чтобы он хотел возвращаться, рекомендовать друзьям и говорить, что Крым – это отличный курорт Да-да, отличного нам пока еще далеко, но мы будем над этим работать То есть фактически речь идет об обычной пиарной стратегии продвижения репутации всего региона И вот эти репутационная работа по отстраиванию, например, от каких-то косяков Вот я хочу сейчас задать вопрос о структуре вот этого информационного поля Из чего состоит? Какие, ну, понятное дело, это сайты самих отелей Они, в общем-то, как-то в строю информируют туриста о том, куда они могут приехать Программа, в общем, часть они информационных вот этих сообщений закрывают Какие еще есть, кроме сайтов отелей, какие еще есть информационные источники? К сожалению, индустрия гостеприимства – это такой специальный бизнес, где пиар неотделим от сервиса Можно сколько угодно успешно работать там в рамках новых медиа, делать высокоохватные компании в Facebook Ну да, а если будет на месте ничего? Да, но если вы действительно не умеете работать с негативом, внимательно слушать каждого гостя И, условно, отзывы на сайте TripAdvisor сильно формирующим на международном уровне Вот некое общеинформационное поле среди опытных путешественников Ну, тогда, наверное, не получится никакого пиара и управления репутацией Потому что здесь ключевое – это все равно то, какие впечатления гость получит, оказавшись внутри твоего бизнеса Будь то ресторан, кафе, отель, не знаю, автомобиль транспортной компании Все остальное – это фактически некое объединение с тем, чтобы выработать некие общие стандарты Чем больше общих стандартов, чем больше общего видения ситуации Ну, то есть, условно, мы когда дома гостя ждем, да, мы же знаем, что ему тапочки нужны, если у нас пол холодный Очень многие гостиничные компании в Крамо в течение долгих лет считали, что тапочки можно не дать На море приехал, еще песка натаскает в тапочки Ну, это метафорическим языком пользуюсь Формируя вот это общее информационное поле и обмениваясь ожиданиями, ориентируясь на тех, кто обладает высокими оценками гостей Например, ну, теми же наградами Travelers Choice в системе TripAdvisor Это награды, которыми отели Ридс Карлтон гордятся во всем мире А в Крыму таких отелей несколько Тех, кто такие награды имеет, кто из года в год делает настолько качественный сервис Что гости, несмотря на иногда очень высокий чек, говорят, да все отлично, нам все нравится, мы счастливы Что они такого делают, чего не умеют делать все остальные? Они готовы учить Осталось только прийти и спросить И когда многие начнут работать в рамках этих общих ожиданий Когда многие начнут учитывать, что помимо, собственно, допустим, номера, который мы предлагаем гостю Гостю еще нужно внимание, информационное сопровождение, информирование, рекомендации В идеале программа лояльности, которая позволит ему посетить, ну, с определенной скидкой Например, партнерский ресторан или партнерский аквапарк Вот такая вот совместная, совместная организация сервиса Которая как бы окутывает гостя таким вот уютным коконом приятности, комфортного отдыха Где он может расслабиться и не переживать о том, что вот неизвестно, чем заняться потом Чем покормить ребенка, где здесь кормят хорошо И куда мне обратиться, если вдруг я себя плохо почувствую И кто отвечает за мою безопасность на воде, ну и так далее Когда турист выбирает направление для отдыха, особенно для отдыха с семьей А Крым традиционно то место, куда везут оздоровить детей Куда, собственно, российские гости с большим туристическим опытом привозили своих детей постоянно и раньше Чтобы не менять языковую среду, традиции славянской привычной кухни Крым не был изгоем и раньше, да, многие российские гости ездили сюда и продолжают Они выбирают из тех объектов размещения, где получат гарантированный уровень сервиса И мы это видим прямо сейчас, потому что, допустим, по запросу отелей Крыма Традиционно предполагающего более высокий сервис с точки зрения потребителя, чем гостиница Крыма Да, вот почему-то так пользователи мыслят, потребители мыслят немножко иначе Вот по запросу отелей Крыма запросов, связанных с отзывами, стало в разы меньше Чем запросов, связанных с отзывами у баз отдыха и более дешевых объектов размещения То есть, в принципе, тот самый высокий сегмент в Крыму, который сейчас начал объединяться в ассоциацию И на общественных началах нести некие свои знания, выводы, оптимальные формулировки для построения эффективных бизнес-процессов Всем в Крыму, они знают, чего делают Поэтому я бы на месте малышей и тех, кто сомневается, как им будет дальше, просто приходила бы и училась Мне это кажется очень эффективным решением А большим мне жалко, им это облегчает остальные маркетинговые процессы Вы знаете, я вот слушаю вас, у меня на эфире было пару недель назад, был человек, который занимается сетевым маркетингом Он долго мне рассказывал о том, чем сетевой маркетинг отличается от жесткого вертикального Получается, что я по аналогии, я понимаю, что это не сетка, но это все равно горизонталь Горизонтальная сетевая структура в том смысле, что если крупные учат мелких Если идет поддержка по горизонтальному договору И крупным выгодно, чтобы мелкие отели соответствовали стандартам, уровням Чтобы от них не отстраиваться, чтобы росла общая репутация всего региона Это совершенно другая психология Если бы, например, была жесткая вертикаль власти, которая бы сказала, все подтянулись, исполнили указания И все равно какие-то косяки бы были В индустрии гостеприимства очень сложно заставить человека улыбаться, например А это одна из ключевых составляющих хорошего сервиса Мы хотим, когда нам продают не нужды, да, не хлеба или аспирин А когда нам продают впечатление, вдохновение, воспоминания Мы хотим, когда нам продают потребности, чтобы тот, кто это делает, улыбался Так вот невозможно заставить улыбаться, но можно научить Поэтому здесь жесткое некое вертикальное направление Вот давайте будет так, вот у нас вот такой стандарт сервиса И все делают вот так, оно не будет работать Просто не будет Горничная должна проникнуться философией Горничная должна хотеть вымыть и высушить ёршик, которым будет пользоваться гость Она должна понимать, что от её работы, не меньше, чем от моря Зависит общее впечатление, как отдохнёт вот этот человек, который выбрал именно это место для своего отдыха Когда он начнёт это делать, в Крыму будет прекрасный сервис Да, интересная встреча, я вам скажу На самом деле, и вот с чиновниками встречаемся, которые занимаются различными направлениями деятельности Встречаемся с людьми, журналистами И все говорят о том, что бренд Крыма, ну такой, который может быть ещё не брендирован некоторыми визуальными идентификаторами до конца Но, тем не менее, бренд Крыма нуждается в определённой общественной работе В определённой энергетической накачке В работе, ну, видных каких-то спикеров, которые могут энергетически зарядить, получается, и тех же горничных в том числе То есть, получается, весь Крым вот в этом направлении может объединиться интеллектуально, финансово Кстати, у меня такой вопрос Вот есть ли эти мероприятия, которые проводят, вы проводили и в 6 мая И вот, если они бесплатные, то за счёт чего формируется, собственно, бюджет? Там это же денег стоит Ну, в данный момент, я уже об этом говорила, нас пригласила в качестве соорганизаторов Именно для наполнения максимально полезной и соответствующей ожиданиям рынка программы Торгово-промышленная палата Крыма Мероприятие 6 мая было инициировано отелями, которые участвовали в ассоциации на тот момент Ну, и как любая ассоциация, как любая некоммерческая организация, членство ассоциации предполагает членские взносы Членские взносы небольшие, они предполагают, что полностью будут направляться на проведение разнообразных мероприятий Связанных с развитием рынка в целом и грамотности профессионалов индустрии в том или ином узком направлении Могу привести пример, сейчас, когда вырастет спрос на все включено, все больше объектов размещения задумываются о том, чтобы перевести питание на систему шведская линия Если ты никогда этого не делал, то как бы хорошо не было поставлено питание прямо сейчас, необходимо учесть все ключевые отличия Необходимо как минимум протестировать несколько этих шведских линий, для того, чтобы определиться, насколько они удобны для гостя Как они должны быть устроены для тебя Но ничего же сложного нет в том, чтобы организовать всем интересующимся небольшой тур по тем, у кого эти шведские линии уже есть, не так ли? У кого они качественно работают Поэтому мне кажется, что, собственно, ключевые все-таки задачи ассоциации Они связаны с тем, что и отели, которые в них входят, и конкретные профессионалы, которые готовы делиться опытом, эксперты по разным направлениям гостиничной индустрии Они на самом деле имеют где зарабатывать У большинства из отелей, которые сейчас входят в состав ассоциации тех, кто подал заявки на вступление с 1 июня Много кто присоединился за последний месяц У них все не очень плохо с загрузкой и бронированием Несмотря на то, что часто говорят о том, какой плохой сезон Нет, не у всех плохой сезон, у многих ничего такой сезон Поэтому, соответственно, имея возможность зарабатывать на чем-то другом И имея отлаженные бизнес-процессы, эффективные Конечно, есть время, возможность и желание инвестировать в общее развитие рынка Как минимум силами своих специалистов На сегодняшний день, например, управляющая компания Красотель, всем известная с города Ялта Очень хорошо известная на крымском рынке Они очень активные участники ассоциации Они очень хорошо понимают все, что связано с стандартами сервиса вообще И со стандартами работы, допустим, службы приема и размещения И хаус-киппинга в частности И они обладают ресурсами для того, чтобы этому пошагово поступательно обучать И готовы это делать Соответственно, от ассоциации требуются только организационные моменты Ну и желание рынка обучаться Чтобы рынок хотел обучаться Ассоциация, собственно, и проводит сейчас очень много открытых мероприятий Которые показывают все те направления, в рамках которых можно будет развиваться совместно в дальнейшем Для того, чтобы всем было понятно, чем мы будем заниматься И какого уровня профессионалов и экспертов ассоциация планирует приглашать Скажу честно, мы приглашаем сейчас тех, кого хотим послушать сами Тех, к кому сами относимся с максимальным пиететом Чьи успешные проекты в самых разных городах Российской Федерации, например, нам известны И кому мы доверяем, у кого хотим учиться, у кого хотим заимствовать готовые эффективные опыты И пока в основном так у нас строится подбор экспертов Спасибо, очень интересно на самом деле Мы, не могу вот этой темы не коснуться Я уж прошу прощения, мы перед эфиром разговаривали с Натальей И поскольку мы все-таки телерадиокомпания, мы продакшн Мы делаем не только телепрограммы и радиоэфиры Мы делаем еще и обучающее видео, информационный такой продукт И поскольку вы занимаетесь просветительской деятельностью Обучением навыкам, подготовкой кадров Поднятием общего уровня индустрии на территории республики То мы, конечно, как телерадиокомпания с удовольствием бы Поучаствовали каким-то плечом, способным произвести обучающее видео Которое вы можете размещать у себя на сайтах С удовольствием обсудим это с коллегами И, надеюсь, перейдем к сотрудничеству Потому что пошаговые видеоуроки о том, как правильно застилать кровать в номере Мне кажется, необходимы очень и очень многим объектам размещения в Крыму Хорошо, спасибо В общем, такой сегодня, уважаемые крымчане, радиослушатели, ательеры, гости Все, кто слушал сегодня наш бизнес-технологии Сегодня мы говорили с Натальей Прочук, вице-президентом Ассоциации независимых отелей Крыма У нас остается совсем немножко времени И я хочу попросить Наталью сделать небольшое такое, знаете, энергетически правильное обращение Ко всем участникам, ко всем гражданам Республики Крым Я вот так вот скажу, поскольку это касается всех И относительно 2 июня тоже, и относительно вообще общего целеполагания граждан Республики Относительно нашего моря, наших гор, нашего горного сухого климата Наших медицинских программ и всего того, что привлекает сюда туристов Не только со всех просторов Российской Федерации Нормально я сказал? Да, вы очень интересно сформулировали, Дмитрий Я не знаю, как насчет правильного энергетического посыла Но, собственно, обращаясь к крымчанам Хочется буквально так вот издалека немножко начать Крымчане, во всяком случае те, кого я лично знаю, я сама крымчанка Очень любят свой полуостров Мне доводилось отдыхать на курортах Турции Зимовать в Гуа, бывать в самых разных отелях бизнес-формата В Питере, да и вообще много где, и в Москве Но каждый раз, когда я возвращаюсь в Крым Когда я приезжаю в какой-нибудь из наших крымских мест Которое являет своего рода символом своего региона Мне просто вот так хочется, чтобы это место лучше знали Больше любили Чаще возвращались Мне хочется, чтобы в этом месте было очень чисто А это зависит не только от тех, кто его эксплуатирует Но и от каждого крымчанина Когда к вам приезжают гости Или когда вы сами едете в гости Помните о том, что чисто бывает Не там, где убирают, а там, где не ссорят Рассказывайте всем, кого встречаете О своих любимых местах Крыма Чтобы их можно было найти Рассказывайте об этом в сети интернет Рассказывайте об этом друзьям по телефону Рассказывайте всем, кого встречаете Потому что сейчас Крым очень сильно нуждается В том, чтобы, не знаю, чтобы не получать Каких-то дополнительных оплеух за то, что у нас не так Крым очень сильно нуждается в том, чтобы его поддерживали и любили А те, кто сейчас слушает эту передачу и при этом не крымчане Если вы любите Крым, расскажите за что Потому что мы-то заведомо лояльны вообще к своему полуострову И можем бить ему дифирамбы бесконечно И будучи профессионалом индустрии гостеприимства Которые в том числе читают, не знаю, тренинги по маркетингу Управлению репутацией и в столицах Хочу сказать, что среди наших объектов размещения Есть более чем достойные И которые могут претендовать на европейский уровень своей звездности Абсолютно уверенно И во главе всех этих объектов И каждой службы этих объектов размещения Во главе каждой такой туристической компании Которая предоставляет отличный сервис С которой вместе в Крым возвращаются туристы десятилетиями Стоят неравнодушные люди, которые любят полуостров Дружат и активно взаимодействуют друг с другом И не отказывают друг другу в поддержке Даже не знаю, что еще можно к этому добавить Если мы будем действовать максимально вместе Максимально сообща, максимально в интересах друг друга Уважаемые коллеги из всех близких К индустрии гостеприимства отраслей Мне кажется, что Крым Просто обязан стать процветающим курортом Куда гости будут возвращаться ежегодно И рекомендовать тем, кто еще не был Приехать обязательно Те будут возвращаться в свою очередь И Крым будет, собственно, той самой жемчужиной Которую мы, крымчане В нем, в общем, видим постоянно Особенно те, кто работает в курортах, в туризме В индустрии гостеприимства Хочу пожелать всем нам успешного сезона Несмотря на то, что у каждого из нас есть свои сомнения И обратите ваше внимание Что если ваши сомнения касаются всего О чем мы сегодня говорили Пожалуйста, находите Ассоциацию независимых отелей Крыма в сети Это очень легко сделать Обращайтесь, пишите Заявляйте, каких знаний вам не хватает Мы будем прилагать максимум усилий К тому, чтобы вы эти знания получали Как можно быстрее, активно внедряли И чтобы каждый следующий сезон Был чуть легче Чуть эффективнее И чуть приятнее для каждого гостя полуострова Чем предыдущий Спасибо, Наталья Хочу уже подвести итоги Мне машут из режиссерской рубки Что уже пора Сегодняшний выпуск программы был посвящен Одной простой идее Мы общались с Пратчук Натальей Вице-президентом Ассоциации независимых отелей Крыма И все, что сегодня говорилось Говорилось только об одном О том, чтобы все граждане Республики Крым Знаете, есть сицилийская мафия Есть Коза Ностра Есть разные сетевые объединения Так вот, мы говорили о том, чтобы все граждане Крыма Стали мафией Крымского гостеприимства Все люди, сидящие в соцсетях Все люди, ведущие маршрутки Мы все должны работать на одну цель Чтобы к нам приехали гости И они возвращались каждый год В эфире были «Бизнес-технологии» Наталья Максимовна, спасибо вам за участие в этой программе До новых эфиров Всего доброго